Здравствуйте, болельщики ЛОКО! Сегодня 28-й тур и нас ждет УФА. По нашей традиции вас ждет яркий мастер-класс, и я вас туда провожу. Напоминаю, что партнером наших онлайн-активностей и наших мастер-классов является федеральная грузовая компания. Привет, друзья! С вами Ника. И у нас сегодня в гостях Вероника Куропаткина, центральный полузащитник женской футбольной команды «Лакомотив». Привет, Ник! Привет! Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами будем делать рисунок на лице с помощью аквагрима. В конце у нас получится настоящее лицо болельщика нашей любимой команды. Мы уже вам в анонсе говорили, что нужно будет с собой взять, ну, скорее, дома положить перед собой. Если у вас есть аквагрим, нормальные профессиональные краски, то, конечно же, их берите. Качество хорошее, удобнее всего работать именно с ними. Дальше у нас есть кисточки, обязательно тоненькая, средненькая. И если есть вот такая вот плоская, то тоже берите. Дальше. Если есть блесточки, тоже пригодится. Понадобится глицерин. Дальше пипеточка. Вот она у нас тоже есть. Если есть у мамы какие-нибудь хорошие, шикарные тени, блестящие, тоже берите, будет вообще. Кстати, еще гуашь. Если добавить туда глицерина, гуашь будет более мягкой, и она не будет трескаться на коже. Ну что же, я думаю, пора приступить к нашему переслунку. Ника, ты готова? Конечно. Сейчас мы сделаем Сашу очень красивым болельщиком клуба «Локомотив». А мы нарисуем, здесь, значит, такой будет мяч зеленый с черным, и вокруг мяча будут языки пламени вот так вот дык-дык-дык идти. И предлагаю начать рисовать мяч. Нам понадобится зеленая краска, средняя кисточка. Самое сложное – это нарисовать ровный круг. Вот, Ника, как ты думаешь, если вот здесь вот сделать, нормально же будет? На щеке, мне кажется, будет отлично. Итак, а давай, знаешь как, я одну половину рисую, а ты другую. Можно попробовать. Друзья мои, давайте с нами. Сначала рисуем контур. Вот такой, почти что идеальный. Буква «С» у нас получилась. И сейчас Ника тоже. Ну, неплохо, в художку что ли ходила. Ну и дальше просто этот круг закрасим. Вот так. Ник, а пока мы закрашиваем этот будущий прекрасный мяч, ты можешь рассказать самую вообще яркую историю, которая у вас была с командой, может быть, на сборах какая-то вот. Прям такая история, которой, когда рассказываешь, всегда все смеются. Самое запоминающееся, наверное, было первый матч за «Локомотив», потому что это вообще мой первый профессиональный футбольный клуб. Вот. И когда был первый матч, получается, вообще в моей жизни профессиональный, и на таком уровне, и так далее, я очень волновалась. Я тогда жила как бы далеко от Черкизовской, от «Локомотива», и я приехала специально там за два часа, ну, потому что у меня был стресс, так скажем. Вот. Приехала за два часа, и думаю, блин, ну я рано приехала. Поехала на ближайшее штанжное метро просто посидеть там, ну, попить кофе, чтобы не растрачивать свои силы перед игрой. И потом понимаю, что я уже не успеваю, я лечу обратно на стадион, все. Я залетаю на второй этаж МСА, ну, на Сапсан-арене, и просто меня встречает главный тренер, и она такая, ты где была, ты вообще нормальная, первый матч и так далее. Я говорю, у меня охранник на меня не пускал, пока я ему не предъявила там пропуск, пока я ему не объяснила, что я играю за «Локомотив». Она такая, тебе повезло, что ты уже в заявке, ну, в основном составе, а так бы ты не играла. Поэтому мне повезло, и такая, ну, как бы не смешная история, но курьезная. В общем, стрессанула ты по полной тогда, да? Именно так. Я предлагаю, пока сохнет вот это вот зеленое пятно, нарисовать языки пламени, которые будут идти вокруг глаза. Я думаю, будет красивенько. Понадобится вот такая кисточка плоская или скошенная, ну, в принципе, вот такая не скошенная, просто плоская тоже пойдет. Чтобы получилось красиво и разноцветно, нужно набрать краску, ну, пусть у нас будет пламя, допустим, желто-красное. Надо набрать на половину кисточки желтую краску, а на другую половину красную. Это надо делать аккуратно, чтобы обе краски поместились. Ну, вот видите, один цвет мы набрали, и сейчас второй. Можно, да, вот эту краску на двоих. Она лучше. Не бойся, будет не больно. Ну что же, у нас с Никой готовы кисточки. Ник, давай с тобой закрасим лицо этого счастливого болельщика. Нужно будет нажать слегка сначала кисточкой на кожу, а потом посильнее. И у нас получится следующий рисунок. Вот мы сделали одну сторону языка пламени, и сейчас делаем другую сторону. Нужно сделать так, чтобы красный цвет опять был снаружи. И вот так вот введем, введем, оп. Приведем еще разок. Оп. Помните, что краска не должна быть слишком жидкая на кисточке, но и не слишком твердая, иначе будет плохо ложиться. Ник, попробуй ты, я думаю, у тебя получится даже лучше. Потому что талантливый человек, талантлив во всем. Оп. Ну, по-моему, неплохо. Да, почти язык. Ну, чтобы он был поострее, главная фишка в том, чтобы сначала нажимать слегка, а потом посильнее. Так, я думаю, следующий язык, он должен где-то отсюда, да, уже идти. Слегка и посильнее. И у нас, вот такой язык. Я думаю, следующий может сюда уже, чтобы он потихонечку... А, ну, можно и так? Угу. Все, я предлагаю следующий язык вот сюда, чтобы он потихоньку уже ушел наверх. Пробелы мы потом заполним языками пламени, сделанными с помощью другой кисточки. Я предлагаю еще сюда добавить. Тоже так слегка нажимаем, потом посильнее. И, конечно же, с другой стороной. Слегка, потом посильнее. Вот так, оп. Как делать это пламя вот такой кисточкой? Мы изучили. Посмотрим, как это сделать с помощью обычной. Самой простой кисточки. Уника, у тебя какая тоже? Тоже тройка. Тоже тройка. Это, на самом деле, еще проще делается. Просто набираете краску, как обычно, не перебарщивая с водой. И рисуем маленький язык пламени. Сначала мы надавливаем нормально так, а потом отпускаем. Ник, а тебе попробуй сделать то же самое, ну, например, вот в этом пробеле. Пусть он, допустим, вот так вот идет наверх тоже. О, кстати, тоже неплохо. Он потолще, но форма-то правильная. Мне даже больше нравится, чем моя. Отлично. Вот. А теперь нужно будет добавить таких же штуковин, только желтого цвета. Кисточками плоскими или обычными. И добавляем вот таких желтых штуковин. Так же, да? Давай. Я прям воздевалась так. О, классно. А, я думаю, можно добавить желтенькую вот сюда вот. Оп. Вот, Ник, как ты думаешь, куда еще можно залепить такие штуковины? Может, вот сюда? Да, можно. Или наверх лучше? А, можно и наверх. А, можно вообще сюда. Плохо такая боевая раскрасочка сейчас будет. Вот, и добавим между ними или около них тоже. Ну, по-моему, неплохо-то выглядит, да? И модно, стильно, молодежно. То, что нам и нужно. Огонь. Огонь. Во всех смыслах огонь. Но, я думаю, неплохо. Окей. Мы нарисовали огонь. А теперь нам нужно из этого кругляша зеленого сделать мяч. Проще всего начать с линии черных на нем. Кстати, берите самую-самую тоненькую кисточку, которая у вас есть. Очень внимательно, чтобы краска не была очень жидкой. Потому что, если черный цвет потечет, то будет грустно. И еле нажимая, еле касаясь кисточкой, мы делаем крест. Мы соединяем вот таким методом эти полосочки, чтобы у нас получилась вот такая фигура, пятиугольник. Ник, скажи, а ты сможешь сделать обводочку? То есть, еле-еле нажимая вот так вот вокруг. Думаю, да, надеюсь. Классно. Тоннейше, чем у меня даже. Вот это да. Кстати, ребята, заметьте, у нас кисти вроде обе маленькие, но одна длиннее. Это называется лайнер. Она идеально как раз подходит для тонких вот таких вот линий. Ну что же, а дальше просто можно нарисовать или кусочки пятиугольничков, или вообще, чтобы не заморачиваться, треугольнички по краям. Вот так вот. Немножко добавим краски. Если у вас не получилось с первого раза что-то сделать, друзья мои, не расстраивайтесь. Не с первого, так со второго. Не со второго, так с третьего. Не с третьего, так с третьего десятка раз. У всех все получится, потому что опыт приходит с практикой. Хотя вот у Ники, она первый раз рисует аквагрим. А ты первый раз рисуешь аквагрим? Ну, я в первый раз вообще рисую, наверное. Ух ты! Человек никогда не был художником. И уже смотрите, как его ходит. Ну что же, мяч у нас готов. Как мы можем украсить? Друзья мои, в аквагриме есть очень простая техника украшения рисунка, чтобы сделать его более живым и симпатичным. Можно построить пирамидку из точек. Самое главное правило в точках, что они все должны быть разного размера. То есть, например, сделаем три штуки большие. Потом парочку поменьше. И такое украшение можно расположить, где вам больше хочется, где вам кажется, что это украшение впишется. Вот, Ник, где тебе кажется? Нужно нарисовать еще точечек. Их может быть три, может быть четыре, может быть сколько хотите. Но главное, конечно, очень не переборщить. А еще можно нарисовать парочку звездочек. Тоже очень здорово будет выглядеть. Нажимаем посильнее, а потом еле-еле. И получается, что у нас, вот видите, линия идет толстая, а потом тонкая. Вторую можно расположить рядышком, чуть повыше, например. Вот у нас две таких звездочек получилось. Мне кажется, неплохо. О, а может быть, ты где-нибудь здесь прямо на мече частично делаешь тоже такие звездочки. Мне кажется, будет здорово. От центра идем звезды. Вниз или вверх, и потом по бокам. Друзья, еще сюда можно добавить блесточек, чтобы рисунок был искристый и яркий. Чтобы наш болельщик был гламурный, запоминающийся. Ну, чтобы он прям очень гламурным был, можно розовый. Точно. Очень смелое сочетание зеленого и розового. Но в этом, возможно, что-то есть. Ник, как ты думаешь, симпатично вышло? Думаю, на 5 с плюсом. Ну, на 5 с плюсом. Ну, раз Ника говорит, значит, так и есть. Ну, что ж, друзья, я надеюсь, что у вас тоже этот рисунок получился. Кстати, вы знаете, откуда взялась культура рисования на лицах? Это идет еще из народных обрядов, игрищ, когда нужно было превоплотиться людям в другой образ. И для этого раньше использовали разные красители. Натуральные, может быть, сок ягод, например. И даже грязь. Что не сделаешь ради красоты, как говорится. Аквагрим используется сейчас в кино, в театре, на праздниках, различных мероприятиях. У нас с вами тоже сегодня праздник для души. Все-таки футбол. Он вызывает положительные эмоции у нас. И очень здорово их можно отразить, рисуя вот такие штуки у себя на лицах. Друзья, надеюсь, вам было так же весело, как и нам. Смотрите игру, болейте за нашу команду. И мы говорим вам пока-пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok